У нас уже третье совещание, я так понимаю, да? Второе, первое проводил Алексей Васильевич, второе проводил я, третье проводила как бы инициативная группа, и четвертое, вот сейчас мы тоже проводим это совещание, на котором уже надо ставить точки над «и». Хочешь работать в городе, побеспокойся об экологии. Серьезные требования к экологической обстановке предъявляются к промышленной территории химзавода на улице Заводской в Щелкове. Какая должна быть санитарно-защитная зона, экологам еще предстоит уточнить, так как ряд предприятий свернул свою деятельность, а на их место пришли другие. Проверке выполнения поручения главы района было посвящено совещание у профильного заместителя Евгения Петеримова. В разработке санитарно-защитной зоны Щелкова Грахим взял на себя роль локомотива процесса. Привлек проектную организацию, занялся сбором сведений о предприятии арендаторов. Тем, кто затрудняется, дает рекомендации. Из 23 представителей компаний, приглашенных на совещание, подали сведения о производстве единицы. Остальным администрация района дала срок до конца недели. Проектирование санитарной зоны исключает в дальнейшем негативные влияния на население со стороны промышленных предприятий. Главная задача сейчас по разработке единой санитарно-защитной зоны и утверждению для группы предприятий по улице Заводская и Дом-2 заключается в том, чтобы в тех проектах, которые будут разработаны для каждого предприятия, были заложены те мероприятия, которые позволят добиться исключения негативного влияния. Заняться проектированием поручено Центру экологических инициатив. В течение года будет также проводиться мониторинг по всем загрязняющим веществам, а по результатам будут сделаны выводы о выполнении производственниками природоохранных мероприятий. После введенных мероприятий снизится загрязнение вредных веществ в атмосферный воздух. В конечном итоге администрация Щелковского муниципального районка в рамках муниципальной программы «Экология окружающая среда» сможет контролировать атмосферный воздух жилой застройки. Михаил Налётов, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».